В Черкесске стартовал волейбольный турнир, посвященный Дню Победы. Участие в соревнованиях приняли команды из нескольких регионов России и Республики Абхазия. Подробности в сюжете корреспондент Артур Мхце. Этот ставший традиционным турнир можно смело считать международным. В прошлом году девочки из Абхазии приезжали в столицу Карачаево-Черкесии впервые. В их числе была и Маша, у которой от тех состязаний остались приятные впечатления и немало новых подруг. В прошлом году, когда мы приезжали в Черкесск, нас приняли очень тепло. Нам здесь очень понравилось. Мы подружились с очень многими командами. Мы нашли общий язык и даже с некоторыми из девочек поддерживаем связь. Сегодня мы приехали, получается, второй раз. И девочки, от лица девочек хочу поблагодарить за это второе приглашение. Хочу сказать, что уровень, конечно, выше, чем был в прошлом году. И команд, соответственно, тоже больше участвуют. И наши девочки тоже показывают лучший результат, чем в прошлом году. Десять команд из нескольких регионов России, плюс гости из Абхазии. Каждый коллектив мог с полным правом рассчитывать на успех в многодневном турнире, посвященном Дню Победы. Следствием основательной подготовки юных спортсменок стали напряженные поединки на площадке спорткомплекса «Олимпийский». Приезжает та же команда из тех же городов под тем же названием, но состав уже более молодой, так скажем. То есть обновлено подрастает новое поколение, то есть следующее. И они уже становятся участницами этих оснований. И таким образом, ну, традиционно есть у нас лидеры на этих основаниях. Ставропольский край всегда является лидером. Например, команда из самого города Ставрополя. Светлоград, Кисловодск очень сильные города. Ну и традиционно мы как хозяева, нам и стены помогают, ну и наша команда, она всегда на должном уровне выступает. Целью таких состязаний, помимо определения призеров, можно считать объединение людей вокруг общих интересов. В данном случае вокруг спорта. Наверняка и на этот раз принципиальные соперницы на площадке, вне ее, станут хорошими подругами. Обладатели призов и грамот от организаторов будут определены в конце недели. Артур Мухцер, Расулбердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.